Аппаратура новая или не новая? Бросили и выскакиваем. Понятно, да? Мы выезжаем с командиром 127-й бригады ТРО на границу с Россией. Сегодня там очередной обход и проверка ситуации. Даже несмотря на то, что российских военных выгнали за пределы Украины, дядя Рома знает, на что способен враг. Ведь именно его бригада вытесняла оккупантов из Харьковской области. По всем направлениям нужно было держать оборону. Практически по всем направлениям. Тогда перед бригадой стояло серьезное задание – сдержать силы противника. Мы получили трудную задачу сковать в своей полосе обороны в этой спецоперации все северные силы противника. Чтобы они не вышли на южное направление. Чтобы обеспечить проход другим нашим силам, другим бригадам. Балаклейское, Изюмское направление. Чтобы не выпустить туда севера и подкрепление. И именно 127-я бригада первой пошла в контрнаступление. Мы начали первые. У нас по замыслу мы должны были вытащить на себя врага полностью. Сковать его все резервы на себе. И после этого должно было развиваться это контрнаступление. Поэтому до такого наступления мы где-то 4 дня переживали такие баталии. Там по 400 метров в сутки вытесняли противника. Был такой день, что нам 100 метров так дважды. Тогда вспоминает комбрик. Им нужно было сломать врага и дать ему понять, что украинские защитники будут стоять до конца. Где-то на третий день штурмовых действий у них паника началась. Это с тех донесений, которые они получили. Основной задачей было затрофеять как можно больше техники и не дать врагу спокойно выйти. Тогда российские вояки, поджав хвосты, начали трусливо бежать. Они с тех перехватов, что слышали, думали, что мы на Белгород пойдем. Мы здесь скорости набрали хорошо. Там интенсивно начали окопы рыть. Но нельзя. Мы только свое отвоевываем и все. Нам чужого не нужно. А своего не отдадим. Уже на границе становится понятно. Здесь все сделано таким образом, что даже если враг попытается прорвать оборону, у него ничего не выйдет. Вот здесь, до рубежа, все полностью перекопано. С той стороны точно так же. Здесь сплошной окоп идет. Сплошной окоп идет по нашей полосе. По линии обороны у меня 54 километра на бригаду. Потому что тут намертво стоят украинские титаны. 127-й бригады ТРО. Они постоянно проверяют нашу полосу обороны. Подходят, пытаются найти слабые места, но ничего не выходит. Да и не получится. В нашей полосе точно. Я вам гарантию даю, что не пройдут. Если мы вам это показываем, то поверьте, еще что-то и гораздо ближе к ним. Просто этого отсюда не видно.